писать роман, ну какой, «Война и мир», да, пришел бы к издателю и сказал, старик, я задумал тут роман, значит, состоит он из четырех томов, такой гигантский, треть написана на французском языке, треть мура, значит, читать сложно, прямо скажу, треть ничего там, да, одна половина сугубо нравится женщинам, а другая мужчинам, мы охватим всю целевую аудиторию. Я бы сказал издатель на это, и, допустим, издатель бы, сам не полагаясь на свою интуицию, он бы решил провести маркетинговое исследование, созвал бы фокус-группу, там, значит, здесь крестьяне, здесь бояре, кто там, ну я шутил, там, значит, ну все сословия, там, значит, всем дали по 100 рублей, пиццу, ну вот, и, короче, сидят они, значит, им зачитывают избранные главы там из романов, часть на французском, вот, ну и так далее, вот. Что бы сказал фокус-группу, сказал, да говно, вот, и не стали бы печатать роман «Война и мир», стало бы от этого лучше нам сейчас, боюсь, не очень, потому что все мы хоть в школе его, но изучаем, первый пример. Пример второй, из моей собственной жизни, это у нас такое было умозрительное, может, там оно иначе бы развивалось, это мы с вами так представляем, ну я, значит, не знаю, как вы, может, у вас другая какая-то модель развития этой ситуации. Еще лучше там, если представить это с Достоевским, с преступлением, наказанием, значит, из моей собственной жизни, я всем коллегам рассказывал, у нас работал Сергей Доренко. Во-первых, про него сначала, не про меня, про него, он феноменальный, он замечательный, он феерический совершенно, и под его обаяние страшно попадаешь, ужасно хочется ему подражать, и вообще это для профессионала очень опасно, потому что рискуешь войти в келью, в кельватор, и никогда из него не выйти. Вот, один раз и все, а второй Доренко ты уже никак не ставишь по-любому, потому что он уже есть. Вот, и значит, когда его только позвали работать, Виндиктова забодали просто сообщениями о том, что кого-то позвал, он не рукопожадный, д-д-д-д-д, он, или киллер, он мочил Лужкова туда-сюда, пятый-десядый, когда Доренко уходил с эхо Москвы, такое же гигантское количество сообщений было о том, как мы теперь будем жить без Сережи, Сережа-пастушок куда-то ушел, на кого-то нас заставил, мы идем за тобой на РСН, ваш рейтинг теперь обвалится. То есть, если слушать всю эту пулику, и если провести даже опросы, репрезентативные вполне, среди нашей аудитории, перед тем, как что-то случилось, перед тем, как приглашать Доренко, или перед тем, как он уходил, согласны люди с этим решением, они, конечно, скажут, там, нет, ему не надо приглашать, а потом, значит, они, нет, ему не надо уходить, скажут они. Вот, что я имею в виду, когда я говорю, что не надо обращать внимание на аудиторию. И, наконец, из моей собственной жизни, вот у Доренко было две недели, остальные две недели занимал кто-либо. У Виндиктова была мысль устроить линейку, ну, то есть, чтобы две недели Доренко, две недели еще кто-то. И попал туда я, так получилось. Ну, играть с Доренко, это все равно, что дворовой команде выходить против сборной Бразилии. Понимаешь, ну, то есть, твоя главная задача, это проиграть не 300-0, а 301, допустим. Вот, примерно так. И мы знали это, естественно, когда выходили, а что делать-то? Выходить все равно надо. И, конечно же, когда ты выходишь туда, ты получаешь по полной матери, где Доренко, что вы на его фоне полный гамм, и все такое. Вот. И это самое мягкое, что было. И я никогда такого, вот у нас есть СМС-сообщение и Твиттер, и я никогда до этого такого не видел, чтобы они шли не останавливаясь. Не останавливаясь. И все мы делаем не так, и мы ему подражаем, и мы ему поклоняемся, а вот давайте Доренко стоять, бло-бло-бло-бло, это был ад. Ад продолжался месяц, причем мы его уже сами усугубили, потому что мы придумали в Эстонии название всего этого «Дурачок» и «Пионерка». Тут присоединились те, кто еще не выступил. Где вы были в то время? Значит, мы получили тонну ада, причем тут подключились люди, которые знали нас лично. Я получал звонки какие-то, мне звонили, мама звонила, и она все звонила. Саша, почему дурачок, ну зачем, это же не солидно, ты на такой, вот это вот самый частый аргумент был, на такой солидной радиостанции не может быть дурачок. И вот этот ад, мы продлили его, он продолжался месяц ровно. Потом он как-то сам по себе сошел на нет, потом как-то потихоньку-потихоньку, потом ушел Доренко, а мы продолжали, там же туда-сюда пятый-десятый. И потом, когда, наконец-то, Тоня в очередной раз ушла в какой-то декрет, я ж не помню, что там было, я все время работал. Вот, у нее трое детей. Какой-то в какой-то декрет. Не моя работа. Значит, короче говоря, не тогда то же самое, потом вот были ключи с самым, и вот та же самая история, та же самая. Спасибо.